приветствую вас давайте разберем ваш вопрос как вести себя чтобы муж хотел жить вместе живем раздельно некоторое время я живу с детьми у своих родителей он живет на работе встречаемся с мужем в отношениях все хорошо помогая деньгами как может видеть детей говорит что хочет жить вместе но боится что не сможет обеспечить семью по этой причине до этого мы и разошлись переругалась что он не мог детям купить даже молочную смесь несколько месяцев тогда был безработный а я с новорожденным детьми дома дети голодали троняшки у нас готов съехаться на съемную квартиру как раньше говорит шоколад не сможем но прожить сможем но я чувствую будто он не хочет жить вместе будто его и так все устраивает потому что эту тему поднимаю только я если я молчу об этом он ничего не предлагает и не доводит разговоры дело в том что я не хочу чтобы мы жили вместе просто по моей инициативе я хочу чтобы он сам хотел этого горел желанием и предлагал по своему желанию вопрос как мне себя вести чтобы он хотел сам съехаться со мной детьми думаю может мне стать не встречаться потому что кажется он хорошо устроился ясно и ответственности у него никакой сама обеспечиваю детей помогают мои родители сама воспитываю и направляю сейчас денег в свои зарплаты мне глядите и все никаких забот и хлопот что посоветуете ничего ничего не посоветуем потому что психологи не дают совет на спел хочется обратить ваше внимание во первых мне мне показалось что вам важнее чтобы муж хотел чего-то чего хотите вы чем вы сами если это если это так то уже можно говорить о том что вы выстраиваете отношения несколько деструктивно это первое второй момент на который хочется обратить вам ваше внимание у меня есть ощущение такое вот знаете такое чувство у меня есть что вы от мужа твоего в основном как мне показалось только чего-то требует мне показалось что вы только хотите от него что-то мне показалось что вы нуждаетесь в нем но не очень хотите для него что-то делать отношения отношения именно именно отношения именно отношения выстраиваются немножко не по такому принципу отношения выстраиваются все-таки из-за желания что-то делать для человека если для человека делать вы особо ничего не хотите то отношения будут справиться как конечно весьма и весьма тяжело просто потому что человек будет чувствовать что он сам по себе не шибко вас интересует а вас интересует только то что он может дать вот так и не сложно увидеть что вы чересчур обращаете внимание на то что хочет мужчина то есть вы говорите я хочу чтобы чтобы он хотел то есть вы как бы направлены не на себя не на твои желания а на него на желание именно на желание мужчины желание вашего мужчины вот хорошо ли это для вас нет не хорошо вот потому что вы таким образом становитесь зависимым собственно вы уже на мой взгляд вы уже на мой взгляд являетесь зависимым от мужчины от своего мужчины и именно поэтому как мне кажется вас человек и ну может быть не использует в прямом смысле это слово но не заводит сам тема которая вас волнует почему не заводит потому что знает что вы что вы от него скорее всего никуда не денете ну не хочется конечно это признавать но по-видимому вы действительно от человека никуда не денетесь это правда потому что вы ставите перед собой цель сделать так чтобы он хотел я думаю что здесь есть проблема цена оценки проблема личных границ действительно проблематика собственной собственной тревожности дальше идем следующий момент на который я бы хотел обратить ваше внимание чтобы машина захотела съехаться с вами видеть мне необходимо необходимо чтобы ему это было выгодно то есть необходимо чтобы его это привлекало вот здесь уже очень интересный возникает вопрос о чем ему выгодно с вами связаться почему он должен это делать вот давайте попробуем на этот вопрос соответственно и интересно что вы на него скажете вы скажете что он должен вехаться потому что это его дети он должен потому что вы хотите чтобы это было не только допустим ваша ответственность да например что то такое наверное вы хотите сказать то есть по большому счету это все про требования но не про желания а вот беспокоитесь ли вы о том о том чего хочет вашему какие у него потребности какие у него желания это большой вопрос понимаете да поэтому если вы хотите чтобы он с вами съехался то необходимо чтобы ему это стало выгодно необходимо чтобы ему это было выгодно пока что ему это невыгодно вот такая конструкция по поводу того встречаться вам с ним или нет я думаю что вы вполне можете решить цены и на мой взгляд вы способны вы можете это сделать то есть решить хочу ли я с ним встречаться или нет хочу ли я с ним быть или нет то есть вам нужно само для себя это решение постараться постараться принять если вам ничего не хочется делать для человека и вы выставляете как бы условия ему то есть вот ты давай сейчас сделай вот то-то-то-то и и тогда я так ну эм ну условно говоря все это для тебя все это для тебя сделаю да вот это одно все мне кажется что вы забыли ну вы забыли на мой взгляд то общее что между вами было в целом на мой взгляд вы забыли то что вас объединяло общие цели общие вклады общие цены привлекательность может быть это неудивительно потому что рождение детей это кризис в какой-то степени это кризис да но давайте будем в этом смысле честны давайте постараемся быть честными что вы чувствуете к своему мужу сейчас как бы вы охарактеризовали бы его как бы вы охарактеризовали то как он видится вам в рамках ваших суд вот попробуйте пожалуйста ответить себе на этот ну на этот вот это довольно довольно что понимаете да вот примерно такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения в точке зрения психологии в точке зрения психотерапии в точке зрения моих собственных да конечно вы можете быть со мной не согласны не согласны но в первую очередь вы не до конца понимаете работу психолога вот в том смысле что мы не даем советов помогаем человеку забраться в себе поэтому на данном этапе на этом этапе ваш вопрос к сожалению выглядит не совсем корректно это ничего страшного но чтобы вам помочь нужно больше информации про ваши отношения больше информации про то что вам дорого и цен про то что вам интересное про то что вам как я уже сказал объединяет с вашим нужным вот и исходя из этого множество уже будет говорить о том как вам двигаться дальше сейчас пока пока что на этот вопрос само собой ответа нет потому что вы целиком и полностью зависите от решения своего мужчины от решения своего мужа вот а сами вы не покупает от чего бежит мужчина ну вот эм как правило мужчина бежит вот давление мужчина бежит вот эм я бы сказал мартезионность какую-то вот этого человек бежит то есть человек эм не хочет исчезаться потому что вы будете от него требовать что-то вы будете давить на него а он наверное вот ключевое слово ключевое слово наверное и так чувствует себя не слишком хорошо после этой стойки вы можете сказать что ну и я я тоже себя чувствую мягко говоря плохо и и и и и вы будете правы вам действительно плохо и вам необходимо научиться эм как бы решать эм свои проблемы в том числе в том числе самостоятельно в том числе и не давит тот человек слушать себя если так ну если так вышло что не хотите вы больше встречаться со своим мужем то признайте это признайте что не хотите больше признайте что нет у вас больше если например к нему чувств вот остались например у вас к нему только обиды остались у вас к нему точнее остался у вас к нему только негатив вот или вы все таки эм до сих пор что такое чувствуется давайте попробуем это понять давайте попробуем это увидеть и вот уже опираясь на эти вещи вот вы уже сможете для себя решить как вам действовать дальше я вам желаю всего самого доброго я желаю вам удачи я надеюсь что мой ответ вам помог был интересен за обратную связь по моему ответу буду благодарен это у оно другое то нам то